О положительной динамике в экономике города-курорта доложила заместитель главы Яна Дуплякина. По итогам января, по экономическим показателям, наше муниципальное образование занимает шестое место. Среди 44 муниципальных образователей мы значительно подняли свой уровень с 15-го места на шестое. Для сравнения, еще в прошлом году Анапа была на 15-м месте, а могли бы быть в лидерах, если бы все участники предпринимательской деятельности работали по-белому. Налоги – это доходы бюджета, а значит, отремонтированные дороги, дополнительные места в детских садах, новые школы и больницы. Время очень сложное. Нам необходимо выполнять свои социальные обязательства перед населением. Мэр потребовал мобилизировать работу по собираемости налогов и выявлению скрытых форм предпринимательской деятельности. А еще призвал подчиненных не допускать ошибок, которые влекут за собой потери для бюджета. Пример привел детский сад в Красном Кургане. Сегодня он уже работает, но для этого пришлось приложить немало усилий. Вы знаете, что за детский сад, да, коллеги? Проект «Рога и копыта», какая-то ставропольская фирма, котельная не предусмотрена, то есть костер внутри надо разжигать, чтобы натопить и так далее, и так далее. И мы вот полтора года, непонятно как, сколько мы дополнительных средств, миллионов 10 потратили, но которые можно было не тратить, а пустить куда-то на другие цели. Сергей Сергеев также прокомментировал расторжение трудового договора с главой Анапского сельского округа. Правоохранительными органами зафиксирован факт передачи Олегу Гончаруку 80 тысяч рублей. Факт вопиющий. Безобразие. Я думаю, к этому факту мы еще будем возвращаться, как только станут известны обстоятельства. Но мне бы по такому поводу не хотелось терять сотрудников. Заслуженный человек, принимавший участие в боевых действиях. Когда с ним разговариваешь и встречаешься, ну никогда не подумаешь, что он способен на такие поступки. Продолжение следует...